Дневной разворот Я думаю, распланировали уже Где как провести Мы вам можем, кстати, подсказать Очень любопытный, очень интересный вариант Времяпрепровождения Сегодня вечером в 17 часов В главном здании Вятского госуниверситета Московская, 36 Да, в рамках проекта лекции в политехническом Состоится очередная лекция Где перед кировской аудиторией выступит Николай Николаевич Непейвода Доктор физико-математических наук Профессор, главный научный сотрудник Института программных систем Российской академии наук Можно еще и дальше его представлять Николай Николаевич сейчас находится у нас в студии Известный российский ученый Еще хочется добавить Николай Николаевич, добрый день Добрый день Добрый день Спасибо за то, что пришли сегодня к нам И спасибо Вятскому госуниверситету В очередной раз хочется сказать Компанию Николая Николаевича составляет Антон Зимцов Руководитель Института математики и информационных систем Вятского госуниверситета Антон, добрый день Здравствуйте, коллеги Как настроение в это пятничное утро Не слишком теплое Ну там за окном не очень теплое У нас на студии всегда хорошо Как-то настраиваете себя по особому, Николай Николаевич, к лекции Или достаточно такое для вас проходное Обычное событие Не очень обычное Пришлось готовиться достаточно долго Но настроился уже Настроились, а как настраиваетесь? Какие-то приемы есть? Естественно Естественно Не только у вас есть профессиональные приемы Не знаю Взглаз верите в какой-нибудь? Может кто-нибудь сглазить в аудитории И все потом как-то пойдет кувырком Вы знаете Вера и суеверие противоположны друг другу Я человек верующий Верующий Понятно Рекомендую вам заходить на сайтах Кирова.ру Там есть не только аудио, но и видео Трансляция нашего эфира Очень колоритная внешность Очень колоритная, да У нашего гостя Николая Николаевича И очень заразительный смех Должен я сказать Что как бы нам к концу эфира всем тут не засмеяться Честно говоря Мы с начала недели готовились И ждали, что вы к нам придете И обсуждали значение вашей фамилии Не пей вода Ну вы из запорожцев, да Если мы не ошибаемся Ну там давали фамилии по заслугам По заслугам Мы для вас уже рекламную кампанию придумали Допустим Допустим мой пращер Которому дали эту фамилию Он был полковником у Гетмана Наливайка Ух ты Мы вам тут интересно одно участие в рекламной кампании У нас есть такое известное предприятие Известное предприятие есть Да, вот там не пей вода просто подойдет Это лозунка не должна быть Не пей вода, а пей его туда Продукцию этого предприятия, да Хорошо Это герский квас Герский квас в том числе, да Антон, расскажите, что значит Для нашего университета, для нашего города Приезд столь известного человека, ученого На самом деле, на мой взгляд, очень важное событие Ну, прежде всего для нашего университета Для, например, для широкой аудитории Вот такие вот ключевые моменты расскажу Можно сейчас озвучить, видимо, тему лекции С которой сегодня Николай Николаевич выступит Это никому не нужная логика Со знаком вопроса Ну, я думаю, про эту тему Николай Николаевич сам анонсирует Чтобы мне тут в качестве попугая не выступать Но вот моменты, над которыми работает Николай Николаевич Вроде бы, да, где логика и где вот вещи, как там Высокопроизводительные вычисления Программные системы для параллельных архитектур Суперкомпьютеры Сенсорные сети Ну, вот в этом направлении Практическое применение научных изысканий Николая Николаевича находит У нас вчера прошел очень плодотворный день Мы собирались группой ученых Обсуждали совместные проекты Возможно, у нас будет совместный проект с институтом программных систем РАН И нашим институтом математики и информационных систем В чем стоит сотрудничество этого? К чему вы будете идти? Высокопроизводительные вычисления прежде всего Ну, и так в двух словах В качестве такой заманухи скажу Они используются в тех системах Где нужно очень быстро принимать решения Например, там различного рода противоракетные системы Противоракетные обороны системы Да, да, да Система противоракетной обороны Когда нужно в сотые, в тысячные, в секунды Принимать решения, либо не принимать Потому что разные объекты бывают Не только военные самолеты Или там ракеты бывают и гражданские Потом Серьезные стратегические системы Предотвращения Ядерных атак и так далее То есть там тоже Нужны очень быстрые вычисления Ну, давайте не будем сразу так уж пугать наших слушателей Как перед началом Кхиры сказали, что это все-таки Изыскание двойного назначения В мирной жизни они тоже Они в мирной, прекрасной Я думаю, что здесь ничего страшного За час к нам не успеют прийти, да? Ну, не знаю Ну, может, они обычно оперативно работают Кстати, много ли секретного, Николай Николаевич, в вашей работе? Может, некая подписка существует? Может быть, не все говорить можно? Ну, говорить Все говорит только дурак То есть, независимо от подписки От наличия, либо нет Да, понятно все Так вот Я могу сказать так Что, конечно же, это может применяться и в медицине Давайте конкретные примеры Медицина Чтобы было максимально понятно Ну, допустим, анализ глобальной такой Информации о человеческом организме То есть, чтобы очень быстро можно было сделать анализ Не обязательно Очень быстро Здесь кровавное надежно Ага Ну, и так называемые системы принятия решений Когда Вот Если Дай Боже памяти Информация такая Когда вас принимает терапевт У него, по-моему, результативность допустимая Да, 60 или там 68 процентов Правильное решение Соответственно, там 30 40 32 процента Может ошибиться Такой своеобразный КПД терапевта А у системы принятия решений Там порядка 98 процентов То есть, если меня будет принимать не терапевт А вот эта система принятия решений То у нас больше вероятности Правильно поставить не диагноз Система поддержки принятия решений Я бы переформулировал Извините Это, опять же, я логик Здесь я вынужден сформулировать точнее Больше вероятности Что она примет решения Соответствующие стандартам лечения Ну, в общем-то да В общем-то да Если так вот говорить А как эта система может выглядеть В медицинском кабинете Без терапевта Живой человек не нужен? Решение принимать терапевт Решение все равно должен принимать человек Человек Да Машина ему дает выбор Мы можем только советовать Это уже где-то реализовано? Уже какие-то практически Экспериментальные разработки? Ну, 98 процентов Это результат, который достигли этим летом Это новая штука А как она выглядит? Где она уже существует? Ну, у нас в институте В институте? Да, да Нейронная сеть Ага Ну, как? Вот картинку, чтобы нарисовать Что это? Не нарисуйте Потому что выглядит Как просто сеть Из нескольких мощных компьютеров Мощных компьютеров Это все-таки компьютер Да В конце концов Да А как это все подключается К человеку? В данном случае Не подключались не к человеку А к миллиону Собранных Из строя болезни А, то есть И она обрабатывала Все эту информацию Да То есть, понимаете сами Что без этого Мы бы ничего не сделали Ну, да Да, Антон Добавите Я понял ваш вопрос Как это руками-то подрогать Да, да Интересно Что за космический аппарат? Очень многое вещи Нельзя потрогать руками Что за космический аппарат? Коллеги Вот вы проходите тест В смысле Отвечаем на вопросы На какие-то? Да У вас Анамнез болезней Собирается Сбор информации Да, да, да Он терпел За этот вопрос И вы отвечаете И определенные Вот эти самые Ответы ваши Они попадают В обработку Ну, и плюс, наверное Еще результаты анализов Которые человек сдает Естественно Вот все это вкупе Это фактически Просто система Сбора данных Обыкновенно Вот я напечатал И я сказал Там текст распознался И ранжировался Вот в идеале И дальше уже Система пошла работать Нейронная сеть По принципу Строения нашего мозга Нет, совсем не это На самом деле Никакого отношения Эти нейронные сети К мозгу не имеют Это просто название С 50-х годов Пошло Несколько рекламное А у меня тут сразу Возникает само сочетание Искусственный интеллект Это где-то около этого Это да Это один из разделов Почтенной вещи Которая называется Неприличным именем Искусственный интеллект Но как бы Человеческий мозг Она не копирует Ни в коем случае Это совсем другое Но я могу сказать Что это очень любопытная штука Во-первых Она с гарантией Дает неточное решение То есть она не может В принципе давать точное И во-вторых Она с гарантией Когда хорошо настроится То никто не может Понять Каким же образом Она работает А я вам еще третью скажу Как это работает Да Именно так Я вам коллеги Еще третью бомбу закину Значит Автомобили Которые будут На автопилотах Уже в течение 20 лет Даже меньше Я имею ввиду Массово Они все будут ездить На нейронных сетях И мы так же будем Не понимать Что там происходит Более того Там ситуация Еще страшнее Николай Николаевич Сказал Что это заведомо Решение Принятое с ошибкой Там 2% Примерно То есть Из 90 Из 100 Ваших пешеходов Вдвое Вам на бампер На капот Однозначно На капот Попаду Не смешно Не отпускайте руки Вы знаете что В Tesla Вы покупаете Tesla Пока не накопили Что ж вы так Мы же договорились До эфира Ну ладно Хотя по Москве Съездите посмотреть Вот вы покупаете Tesla И вы подписываете 300 страничное соглашение Сколько страниц 300 300 А там же Этот самый Умный автопилот Там все расписано Все как замечательно И мелким текстом Как всегда написано Руки от штурвала Не отпускайте То есть Если вы отпустили То ответственность Уже точно на вас ложится Три трупа Три трупа у Tesla Есть уже Да Об этом информация есть В СМИ сообщалось Но это в других странах Все таки А наши Хотите про наши разработки У нас их просто мало пока еще Хотите про наши разработки Скажу Мы просто были тут недавно Про наши ВГУ Или российские Про наши ВГУ Вместе с российскими Я сейчас немножко анонсирую Такую Чуть-чуть секретную информацию Ну как секретную Мы Ведем переговоры От подписаний соглашения Наших коллег Которые занимаются Распознаванием Видеопотока Ну картинки Вообще-то В целях безопасности В любых целях Да Они это самое Определяют С одной из Ведущих Мировых лидеров По Производству Автопилотов Ну мозгов Для автопилотов Значит И вот они нам Рассказывали На своей презентации Интересную вещь Они в своих мозгах Используют Это работа нейросети Они в своих мозгах Используют Ситуационный анализ То есть Не Ой Вру Смысловый анализ А не ситуационный Пример Вот вы едете На автомобиле На своем Тесла Например Перед вами Выпрыгивает мячик На дорогу Ситуационный анализ Говорит о чем Вот конкретно Тесла примет решение Ехать дальше Потому что мячик Для нее не является Препятствием Чуть мозгов побольше Другие автопилоты Они Сделают Небольшой Этот самый Маневр Для уклонения Траекторию Изменит Ситуация изменилась А если добавить смысл Что такое Мячик на дорогу Вылетел Скорее А вот машина С мозгами Ну скажу От когнитив Технологис Машина с их мозгами Она Представит себе Что Ну смысл Подгрузить следующий Вылетел мяч За ним С вероятностью 90% Выскочит ребенок И поэтому Машина делает Заведомо тот маневр Чтобы от Предполагаемого Ребенка уклониться Это первое То есть это Про счет ситуации Это смысл Нейросеть Понимает смысл Она не понимает Ситуацию Это уже пройденный Этап Это уже Как бы Третий уровень Нефтопилотов Так и напомните ВятГУ здесь Причем Будет участвовать Непосредственно Мы сейчас Ведем переговоры О том Чтобы Вести совместные Разработки В этом направлении А дальше Догадайтесь Где может быть Место института Пограммных систем Николай Николаевич Именно к этому Я и веду Небольшая пауза У нас сейчас будет Прервемся Очень не на продолжительный Период Скоро продолжим Сегодня в 17.00 В главном здании ВятГУ Начнется Очередная лекция В рамках лекции По телеполитехническому И перед нашей публикой Предстанет Николай Не пей вода Доктор Физико-математических наук Профессор Главный научный сотрудник Института программных систем Российской академии наук У нас началась Такая уже интересная беседа Главная тема лекции Тема основная Вернее Это никому не нужная логика Со знаком вопроса Давайте Николай Николаевич Вы посвятите нас Некоторые подробности Того с чем вы к нам приехали Вот именно Вот вы еще так сказали Я начну с исторического анекдота В 40-м году Вечером поздним 20-го века Да-да 20-го века естественно 21-го еще не дошло Так вот Значит На дачу Известному профессору Логику Асмосу Постучали люди в погонах Вернее без погон еще Перспетлицами Да И с оружием И сказали Собирайтесь Он естественно Начал одеваться В тюремной одежде Ему сказали Нет парадный костюм И ничего с собой не брать Его доставили к Сталину И тот сказал Профессор Пожалуйста Прочитайте курс Логики для Сарнаркома А то они не умеют Аргументировать Когда они аргументируют Что им что-то нужно дать Мне наоборот Отобрать у них хочется И вплоть до начала Великой Отечественной войны Он читал курс лекций По логике Сарнаркома После чего Логику ввели В школьный курс Это не анекдот На самом деле Это как бы исторический Анекдот И какое отношение Имеет это К нашему сегодняшнему дню Это имеет отношение То что сейчас Из всех Учебных программ Даже для юриста Во многих вузах Ее выкинули Выкинули А по какой причине Выкинули Выкинули По той причине Что во первых Она учит людей Самостоятельно думать А если ее мало Преподавать То она наоборот Еще и Предстает Как абсолютно Ненужная вещь А давайте напомним Что такое вообще Логика Как предмет Логика Это наука О законах Правильного мышления Ну вот смотрите Вот я когда учился Вот в этом же Политех Тогда он назвался Технический институт У нас был факультативный курс Математической логики Это только часть логики Если давать только Математическую логику Или философскую логику Это получается Обрезанный взгляд на мир А прикладная логика Как раз отличается тем Что она соединяет Все это Ее можно использовать В повседневной жизни Да и философскую И математическую И сразу думают о том Как это применить В технике И в жизни А давайте сейчас Какой-то пример Конкретный приведем Какую-то бытовую вещь возьмем И логически ее просчитаем Ну как сказать Я приведу пример Совсем не Несколько не бытовой Потому что не готов Я просто приведу пример Из высокой практики Один из руководителей Фирмы Жевский Я его не буду называть Это мой ученик И вот он Заключил Контракт с американцами И внимательно изучил ее И понял Что его собираются кинуть Поскольку там было Четко прописано Об открытом исходном коде Программы И очень Как-то вяло прописано Об дальнейшей поддержке А партнеры американские Не знали Что с логикой У человека все в порядке Да-да-да Он обратился ко мне За консультацией И в итоге Мы нашли прекрасное решение Которое обеспечило им Длительный контракт Длительный дальнейший контракт С этой организацией Выгодной Первое Значит Он спросил Как застраховаться От того Чтобы они потом передали Каким-нибудь индусам На доработку Дешевле намного Чем русские Но работает хуже Я здесь просто Исходя из логики Сказал следующее Что пропустите программу Пару раз Через очень сильный Оптимизатор После этого Она станет Совершенно неперестраиваемой В ней никто Не сможет разобраться Почти как в нейронной сети Вот дальше Вместе с тем Открытый исходный код Останется То есть Вроде все Чисто Есть текст Да Но никто не может понять Второе Это он уже сам добавил Поскольку там Мы их учили Действительно С самого начала Начиная В базе сдавали Языков программирования Вовсе не конкретный Автомат Калашникова Изучали Допустим Чао То он Написал центральный модуль На языке РФЛ Который не знают В Америке Тоже открытый текст Но разобраться Никто не может Обдурил Обдурил Да Ну правильно Извините Если имеешь дело с жуликами Нужно их обдурить Поступая теми же самыми Методами Да Вот так вот И часто такое у вас в практике бывает К вам обращаются С просьбой конкретной Достаточно часто Просчитать Дать совет Дать совет Да Вы за это берете деньги За эти услуги Вы знаете Честь мне не позволяет Это сделать Честь ученого Да Простите за такой прямой вопрос Ну да То понятие Которое совершенно невыгодно Противоречит рынку И которое в 20 веке Уже посчитали полностью убитым Ваши либералы Наши либералы Давайте поподробнее Что вы сегодня будете рассказывать Людям Которые придут на лекцию В политехническом Структуру какую-то лекцию Первая часть лекции Что вы закладываете Какие цели Поскольку меня просили Чтобы лекция была понятна Даже для школьников Первая часть лекции Это В общем-то Сделано по презентации И по докладу Моей жены Которая логику Все время По несколько лет Преподавала в лицее 29 лицей города Ижевска Вошедших в десятку Лучших лицеев России Вот она Как раз посвящена Истории логики И ее месту В общей культуре На языке Понятном для школьников А вторая часть Это совершенно Невероятный Даже для тех Кто знает математику И так далее Мир современной логики В котором Все понятия Открываются С другой стороны Допустим Вы знаете Что точно доказано Что человек Что наука Не может ни доказать Ни опровергнуть Существование Бога Это как бы Что-то слышать Что-то слушать Это предполагается Но многие До сих пор Стремятся В одну или другую сторону Современными Научными методами Невозможно Ни доказать Ни доказать Не современными Любыми А любыми И те которые были И те которые есть В 19-м году Я поставил последний гвоздь То есть показал Что это совершенно Не зависит от конкретных средств Коллеги Понимите На формулах доказано На формулах На формулах Да Точно Это слово Математическое Да Никто кого-то убедил На словах А формула И причем Это не зависит От конкретных средств От конкретных Познавательных средств И так далее Это абсолютный результат Ага И дальше Я просто сейчас Зная это Собственно Что это дает Что это дает Вы понимаете Что это дает То что атеизм Та же самая религия Только с другим знаком И нужно регистрироваться Как конфессия Это тоже атеизм Как конфессия Да И соответственно Вести себя Как приличная религия А не утверждать Что они научные меры Атеисты Вы же попадаете Под закон Да Оскорбление чувств Или защита чувств верующих Да Вот я санем же вспомнил Да И в этом случае Они соответственно Получаются соответствующие Проверенции Да Но Николай Николаевич Вот просто недавно Тут смотрел В новостях Там опять очередная Модель мира Там какие-то английские Там эти наши математики Британские 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 ученые Британские ученые Как на мини-вешно Да Вот они как бы там утверждают Что вот в этой модели мира Нет места для Бога То есть если эта модель верна То Бога там просто нет места То есть они продолжают Вот это пытаться доказать что-то В этой модели мира А вы знаете В чем отличается Рассудок от разума Рассудок уверен Что модель мира С которой он имеет дело Совпадает с миром Разум в этом не уверен Разум сомневается Да Разум сомневается Да И это обычная ошибка логическая Людей с физическим складом ума Это именно физики считали Да Я должен так сказать Что когда мы создавали Электрофизик поддержал нас в том Что мы к этой специальности Физиков на километр не подпускаем Потому что тут С ними бесполезно Да Возникает коллективный диссонанс Скажем так Да Потому что тут не заместимые вещи Да А что касается непосредственно Студентов университета Антона Они все сегодня будут Студенты информатики Я запретил кого-то охотять Это во-первых А во-вторых Вы-то рассчитываете Как руководитель института В чем конкретная польза Встреча с Николаем Николаевичем Я недавно объяснил Что наша основная задача Сейчас подружиться Двумя институтами И начать Точнее продолжить уже Разработки Которые ведутся и у нас И в Переславе-Залесском Продолжить уже в едином роде Переслав Залеске Мы поясним Николай Николаевич Непосредственно сейчас там Трудится Да Главный научный сотрудник Института программных систем Переславля-Залесского Российской академии наук Да Насколько кстати Это масштабная Велика эта структура Вот непосредственно Институт программных систем Российской академии наук Переславля-Залесском Количество людей в нем Изменяется В лучшие времена В 2012 году Когда я приехал Там было порядка 500 научных сотрудников Это много-мало Не знаю сравнивать с чем-то Много Вы поймите Это институт Не классический Вот там студенты Бегают Учатся Я понимаю Это чисто Максимум Более того Был прекрасный Совершенно свой университет Университет города Переславля Уникальное явление Университет При научном институте Ну вот сам ты И студенты Прямо Время обучения Начали участвовать Это такой закрытый городок Достаточно Нет Где живут Открытые Открытые То есть вы там Не законсервированные Да По поводу студентов Политика на самом деле Такая Во-первых Студенты это Свободные люди Личности Именно личности Кому не надо Насильно Мил не будешь Наоборот Чем меньше народу придет Вот прям ответственно Заявляю Тем лучше Потому что Те кто пришли Это им надо А те кто Никогда насильно На лекции В политехническом Никто не Сгонял студентов И более того Даже инструментов Таких нет Чтобы их там Загнать туда Ну да Это уже Сознательные люди У них есть право Выбора Реклама у нас сейчас Будется Мы очень скоро Продолжим Предоставляем информацию К размышлению Можете сегодня Попасть на лекцию В политехническом Сегодня в 17.00 В главном здании ВИАТГУ Да Все верно Николай Николаевич Непеевода Доктор физико-математических Наук Профессор Главный научный Сотрудник института Программной системы Российской академии наук Мы тут с Николаем В перерыве просим Еще примеров Еще примеров Ну давайте так Возможно задачу Каких-то интересных Давайте вас протестим Немножко Господа гуманитарей И дам задачу Которую я давал Первокурсникам Первокурсникам чего? Какой специальности? Ну специальности Информатика Информативная Вы не ищите Пути отступления Тяжело с этим А мы не ищем Да Но они не будут Совершенно связаны С информатикой Вы сегодня вечером Тоже будете С аудиторией Играть Да Так вот Первая Задачка Три Логика Пришли В пив-бар Куда пришли? В пив-бар Они туда ходят? Да Конечно Ради люди Только в отличие От программистов Которые перерабатывают Извините Пиво в говнокод Логики перерабатывают Пиво в мысли Вот как мы Отвечаем От них от других Да Вот так вот Дальше На выходе из пив-бара Их можно уже различить То, что переработал Да Так вот Три Логика Пришли в пив-бар Официант спрашивает Всем трем Светное пиво Первый отвечает Не знаю Второй отвечает Не знаю Третий отвечает Да Всем трем Задача имеет Абсолютно точное решение Как третий Ответ Почему третий Так ответил? Почему третий Так ответил? Да Да Ну потому что Они раньше ходили Собственно В такие заведения Знают вкусы своих Я так думаю Что ответ Не знаю Предполагает И да И нет Да Все правильно Соответственно Третий Так как Первый сказал Да и нет Второй Да и нет Третий сказал Да Значит всем да Нет Да и нет Но это не означает То что Он обязательно Для него Это да Для него Если бы нет Он сказал всем нет Он не знает Предполагает да и нет По отношению к чему Вот вы Сделенологическая ошибка Да и нет По отношению к чему К пиву? Нет К какому высказыванию? Всем ли Всем ли Ага Всем ли Да Всем ли Да Это мы недавно с темцем общались Ну да То есть Вы их опросили Третий уже как бы Завершает этих всех Он может отвечать Да Да Вот рассмотрите Просто вопрос Если бы первый Допустим Хотел темного пива Кто бы он ответил? В целом нет Нет А теперь все поняли? Да Теперь понятно Да То есть Когда вот это множество Да Я немножко Не гуманитарий Я учился все таки На кафедре А я так думал Гуманитарий Все таки математическую логику Мы изучали Да Хотя конечно так Не в таких примерах Осталось На выходе из пивбара Я не пью пива Вот ведь беда Аналогично Да Вот так вот Ну и мне запретили Врачи пить пиво Так что Еще задачка Задачка хорошая Да Задачка хорошая Так Ну еще если хотите Одну задачку Немножко неполиткорректную Можно Ради бога Давайте попробуем Давайте Учтите Все слова имеют значение Да Почти что Вот Значит Никто не любит Нас наркоманов Некоторые депутаты Госдумы Нас любят Что отсюда следует Николай Я вспомню только основы Из А следует Б Значит из не Б Следует не А Насколько я помню Сейчас надо Все это разложить Тогда это вам помогло Я сейчас совершенно не понимаю А здесь это не поможет Я могу заранее сказать Вот здесь как раз Мы вступаем в тот момент Когда прикладная логика Отличается от математической От философской Никто не любит Нас наркоманов Никто Нас не любит А некоторые депутаты Нас любят А некоторые депутаты Нас любят А мы таким образом Исключаем депутатов С какого-то множества Вот из какого Уточните Думаю сейчас То ли из множества людей Никто Но опять никто То ли из множества депутатов Водушевленных Вот заметим Форма первого высказывания Никто не любит Нас То есть Получается что Человек который отвечает Он Который это высказывает Уже включен Да По множеству Некоторые депутаты Госдумы Нас любят Нет я сдался Помогался Очень просто Первое высказывание Показывает что Накоманда Исключает остальных людей Своего множества Они не наши А ну то есть Уже самая первая фраза Собственно есть ответ То есть Тогда получается И вторая фраза Что Уже можно сделать вывод Антон Ну мне понравилась Более простая вещь Над которой особо думать Не надо Ну как не надо Прекрасная Логическая Тема Которую Николай Николаевич Вечером рассказывал Палач это человек Палач Палач это человек Вопрос Да Ну да В принципе Если это не механизм А хороший палач Это Хороший палач Это тоже человек А хороший в смысле Он делает свою работу Хорошо Палач это человек Вы согласны с этим Да А хороший палач Это тоже человек Я больше ничего не добавлю А почему не добавите Прилагательное А это не переносится Мне кажется Вот в данном случае Нет Если мы играем По правилам логики То вы уже попали Нет Если мы играем По правилам прикладной логики То вы не попали Потому что она В отличие от этого Рассматривает Как единый процесс И формализацию И деформализацию И собственное решение То есть По правилам прикладной логики Получается Что хороший палач Это хороший человек Нет Получается Что хороший Относится тогда Не к человеку А к свойству Я является модальностью А не предикатом Ну я собственно Поэтому и исключил это делать, что хороший палач это просто человек. Николай Николаевич, хочу задать вам вопрос. Наверняка его много раз вам задавали. Он банальный, простой. Женская логика существует или это миф некий? Знаете, у меня есть такая стандартная шутка, которую в свое время... Одну из частей ее придумал Калмагоров, но, по-моему, некоторые другие. Но остальное принадлежит мне. На свете есть всего четыре логики. Математическая, где все строго. Аксиомы и правила вывода. Женская, где у нас аксиомы строгие. Аксиомы строгие — это то, что хочется. А правила вывода — то, что Бог на душу положит. Если и заследует B, и A очень хочется, то B. Ясно. И B очень хочется, то A. Вот так вот. Значит так. Вы сказали, четыре логики существуют? Да, четыре логики. Биократическая, где наоборот. Павила вывода строгие — это инструкции. Аксиомы, которые Бог на душу положит в данный момент. Ну, мы тоже, да, вы должны согласиться. Да, очень здорово. И, наконец, последняя — диалектическая. Вы сами можете вычислить, что это такое. Диалектическая. То есть переставить там, да? Нет. Извините, фармарологический ящик — известная вещь тоже. Заполните последнюю клеточку. Заполните. Почему на меня так не помню? Чтобы получится. Слушай, это очень интересный парень. Вот так вот. То есть первое — все строго. Второе — одно строго, другое не строго. Третье — наоборот. Ну да, и четвертое — и другое не строго. Да, да, да. И другое — и другое не строго. Это понятно все. Мой вопрос, кстати, у нас подоплекой. У нас тут позавчера женщина стала главой города. Да. Вы нам завидуете, сочувствуете. Что нам ждать от женщины главы города? Ну, знаете, женщина — тоже человек, как и палач. Женщина — тоже человек. Хорошая женщина — это тоже человек. Да. А, Николай Николаевич, вот еще вопрос такой. Сейчас тоже в последнее время читаю, попадается такой термин, как «размытая логика». Это что такое? Размытая логика — это такой сурогат. Людям очень не хочется отказаться от понятия логического значения. Хочется все оценивать числами. А понимаешь уже, что не все можно оценить, да или нет. Ну да, фонтрибил. Она начинает оценивать так называемой размытой логикой. А на самом деле ситуация жестче. Многие вещи просто числами нельзя оценить. И в этом беда нашей цивилизации, что у нас точная считается оценка числом. В этом она заводит себя в тупик. А вот эта прикладная логика, этот парадокс, решает? Конечно, извините. Потому что прикладная логика, в частности, это конструктивная логика, где доказательства недостаточно, нужно построение. Она должна давать построение. Вот вы часто сразу чувствуете прикладную часть. Но оказывается, это построение разное. В зависимости еще от основного ресурса, который принимается во внимание. Основной ценности. То есть логика денег и логика времени несовместимы. Вы подрываете основу нашей цивилизации. Да. Более того, когда мою книгу попытались переводить в Америке, я очень жалею, что стер это письмо. Один из наших эмигрантов предложил ее перевести, потому что сказал, что прикладная логика такого качества книг в Америке нет. Мне издательство ответило, что она противоречит ценностям потребительского общества. Хотя она вроде бы чисто научная книга. Интересно. У вас большой опыт, безусловно. Скажите, пожалуйста, поколение студентов, они часто отличаются. Вот современное поколение, оно отличается от тех, что было раньше. Не знаю, разжижение мозгов. Вот такой процесс, о котором сейчас много говорится. Ну, знаете, о чем дело. Дело очень просто. Мы меняемся в худшую или в лучшую сторону? Я отвечу на следующее. Как вы думаете, почему стаерскую гонку начинает выигрывать Китай и Япония? Стаерскую, подчеркиваю, а не спринкерскую. То есть это стаерская длинная дистанция. Да, да, да. Подумайте, почему? Не знаю, может... В частности, по следующей причине. У них иероглифическая письменность. Какая? А, иероглиф? Да. У них, поэтому, по определению, они не могут иметь маленькую мощность оперативной памяти. Понятно. То есть твиттерное мышление. В одном иероглифе заключена уже целая фраза. А это еще одна беда. Твиттерное мышление. Когда люди не помнят, что они сказали две фразы назад. Это европейская беда. Да, европейская. Но китайцы тоже твиттером пользуются? Не в этом дело. В дело в оперативной памяти ваших мозгов. То есть, да. То есть, в принципе, если ты учишь иероглифическую систему, у тебя мозг мозг. А, ну или клиповое мышление. Клиповое мышление. Клиповое мышление, да. Отдельными, отрезками. Да, 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 да. И что, будет только хуже? Это почти неизлечимо. Неизлечимо? Да. Лечить можно только очень жесткими методами. Практически так, как в Екатеринбурге лечили наркоманов. Когда защитники поднялись на защиту бедненьких наркоманчиков. Все-таки тут разное по числу. Люди с клиповым мышлением все-таки больше, чем наркоманов. То есть, это еще сложнее даже, чем наркоманов. Да, да, да. Вот так вот. Практически все поколение. Это одно из... Нет, не все. Отдельные выродки есть, как всегда. Кстати, по поводу выродок. Простите, это одно из побочных явлений вот как раз-таки общества потребления? Да. Да? Да. Его непосредственное составляющие. Опять же, если я смотрю длинную историю, не считать, что мы, дескать, умнее всех, и наше общество уникально, то заметно, что когда сваливались в общество потребления империя Хань или там Иринская империя, то это кончалось внезапно для этого общества. Очень плохо. Очень плохо. Девять десятых погибло. Вот так вот. Грустно? Не грустно. Это необходимо. Если побеждает холодильник, то варвары, которые его не знают, они обязательно вырезают всех. Очень интересно с вами беседовать. Ну, завершается наше время. Я думаю, сегодня на лекцию надо будет идти. Да, еще раз еще раз напоминаю, что... Нам, говорят, коммунитариям надо обязательно. С Николаем Николаевичем Неприеводой вы сегодня можете встретиться в главном корпусе Советского госуниверситета. Московская 30... Московская 36. 36, да, ровно. В 17.00 лекция начнется. Спасибо большое, что сегодня к нам заглянули. Удачи вам. Как вам город, кстати, наш? Очень мало удалось посмотреть их, потому что очень жесткая программа. Но то, что посмотрел, пока впечатление очень благоприятное. Удачи вам, здоровья, всего хорошего. Спасибо большое. Николай Николаевич Неприевода и Антон Зимцов, наши гости. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.